В памяти героев Беларуси летчиков 116-й штурмовой авиабазы Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко был посвящен открытый турнир Гродненской области по каратэ и кюкусинкай, организованный Белорусской Федерацией кюкусинкай-будо-каратэ, Управлением спорта и туризма Гродненского облсполкома, Лицким райсполкомом и отделом спорта и туризма Лицкого райсполкома. Идея проведения открытого турнира Гродненской области по каратэ и кюкусинкай в памяти летчиков героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко принадлежит генеральному директору Белорусской Федерации кюкусинкай-будо-каратэ Дмитрию Олехновичу. Когда я узнал об этой трагедии, это был, конечно, сильный удар, потому что в мирное время погибают люди, и спасая жизни других людей, это достойно глубокого уважения. Когда я узнал, что сын одного из летчиков, Андрея Нечипорчика, он член нашей Федерации каратэ, я сразу принял решение, что мы проведем турнир в памяти этих летчиков. И это решение пришло в тот день, когда я об этом узнал. Мы пока вынашиваем идею о проведении традиционным этот турнир. Где он будет проходить? Возможно, в Лиде, возможно, в Гродно, возможно, будем чередовать. Дело покажет, время покажет, но то, что он традиционный, принято сегодня официальное решение. Идею организовать открытый турнир Гродненской области по каратэ кюкусинкай в памяти героев Белоруссии Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко поддержал помощник президента, инспектор по Гродненской области Юрий Караев, который присутствовал на открытии соревнований. Он также поддержал и предложение сделать их традиционными. Спортсмены должны проводить турниры, чтобы повышать уровень турнирного опыта. И прекрасно то, что спортсмены, их организаторы, глава федерации в данном случае Олег Лович Дмитрий Эдуардович, решил, что это не просто турнир, он должен быть приурочен в памяти. Печально, что такой повод. И, конечно же, это грустно. Но мы должны воспитывать наших людей, спортсменов, молодежь на героях. Участие в турнире приняли 217 спортсменов старше 10 лет из всех областей Белоруссии города Минска. Они соревновались в 5 возрастных группах, в каждой из которых было несколько весовых категорий. Лиду представляли 12 ребят из спортивного клуба «Каратэ Кикусинкай». Все они воспитанники тренера Александра Багаля. Завоевать медаль удалось лишь Владиславу Ильину. Он занял третье место в весовой категории до 50 килограммов среди участников в возрасте от 10 до 11 лет.